Привет, друзья! Мы снова собрались, чтобы говорить о тренинге для женщин, для девушек, для девчонок через призму менструального цикла. О тренинге, о питании, потому что это очень важно для сохранения вашего здоровья в первую очередь. В предыдущих роликах мы вам рассказали о первой и второй фазе, сегодня, соответственно, мы будем говорить о третьей фазе. Это дни с 15-го, условно, по 23-й. Чем характеризуется эта фаза? Если вы не зачали, то уровень ваших эстрогенов понижается, но прогестерона повышается. Из-за этого вы будете уставать гораздо сильнее, но не факт, и это не точно. Конечно, относительно первых двух недель, условно говоря, будет повышаться раздражительность, но можно сохранять при всем при этом силовые тренировки. Но, как говорит Элла, интенсивность нужно немножечко понижать. Из-за того, что уровень гормонов скачет, вас может залить водой. И многие будут огорчаться, смотря в зеркало, что нет, не видно, скажем, не нет, а не видно изменений от ваших тренировок, от питания. Это не так. Просто водичка это все скрывает. Переживать не стоит. Если вы будете сохранять разумный баланс между жирами и углеводами, то она так же, как накопилась, так же быстро уйдет. И обращайте внимание на ваше питание, обращайте внимание на ваши тренировки. И, как подчеркивает Элла, всегда обращайте внимание в первую очередь на самочувствие. Естественно, мы здесь даем обобщенные советы. Но все мы любим думать, что мы супер индивидуальны. Иногда это правда. И поэтому чувствуйте себя. Идеальный совет, который можно дать, это введите дневник. Не только тренинга и питания, но и дневник самочувствия. Вы будете просто шокированы, насколько это лучше любого персонального тренера. Будет вам помогать разбираться и в питании, и в тренинге. И вы будете всегда четко знать, что, почему и от чего зависит. Просто даже цикл на самом деле, то есть мы условно говорим, с какого дня по какой. Но на самом деле есть девушки, у которых 28 дней, есть девушки, у которых 21 дней. У кого 25, у кого-то 42, и это тоже нормально. Поэтому все рекомендации, которые вы слышите касательно дней, всегда делайте скидку, проекцию на свой цикл. Касательно того, что заливает водичка, я действительно это наблюдала. Когда ты не понимаешь, почему это так происходит, но действительно, вроде, боже, занимался, занимался. Такой молодец, неделю так все было замечательно. Наверное, 2 килограмма ушло после месячных, и тебя залило водой. То есть такой совет могу дать. Старайтесь поменьше избегать продуктов, которые у вас эту воду могут в этот период задержать. Побольше избегать продуктов. Да. Поменьше соль. Поменьше соль. Избегать, да, то есть поменьше соли однозначно. Поменьше копчености. Где-то, может быть, сократите молочку, потому что молочка может задерживать воду. В некоторых случаях, опять же, это индивидуально, но в моем случае, это могут быть пасленовые, то есть, например, баклажаны, сладкий перец, помидоры. Вот это все может задержать. Ну и как бы побольше сложных углеводов. Побольше орехов. Вот это время для тех, кто любит орехи. И если вы вегетарианец, то обязательно авокадо. Побольше авокадо в этом периоде. Всем, да. В принципе, всем, да. Обязательно всем. Что хочу сказать, я, Егор правильно сказал, что в этот период начинает падать эстроген. Что он с собой несет? У нас понижается настроение, ухудшается, мы немножко вяленькие, все это такое. Что же повышает настроение? Что может помочь? Сиротонин. Вот. Побольше секса, девчонки. Как моя любимая Наталья Зубарева не скажет, являясь серотониновой феей, я себе уже послепила, что я немножечко тоже где-то там серотониновая фея. Почему? Потому что хорошая, правильная тренировка в этот период поднимет вашу энергию, поднимет ваше настроение. Плюс к этому, прибавляйте немножко колораж в этот период, но как вы его прибавляете за счет сложных углеводов, как мои партнеры здесь сказали. Кушайте побольше каш, кушайте цельнозерновой хлеб. Как правильно Егор сказал, авокадо это просто номер один, это очень и очень важно, потому что находятся замечательные масла в нем, и это то, что девочкам нам нужно. Девочкам от 12 и до 90. У авокадо на самом деле просто аминокислотный состав очень приближен к мясу. Вот что удивительно, и поэтому он важен. Но просто к сожалению в наших странах, я просто знаю за общение с своими продуктами, он довольно дорогой, и все могут его позволить себе прям каждый день. Поэтому приезжайте в Ахморину. Если вы уже не можете позволить его себе постоянно, потому что авокадо, как и омегу, можно кушать каждый день, то оставьте себе вот это, пускай вы купите один фрукт, купите его именно в этот период. Потому что именно в этот период вам жиры необходимы более чем в любой период. Но один мало будет на этот период. Если для вас не доступен авокадо как фрукт, пожалуйста, у вас в России, в Украине, в любых республиках продаются масла. Съедайте по ложечке масла. Из авокадо? Да, авокадо я имею в виду, да. Это полезно. Очень важный момент. Во все периоды, но именно в этот период, пожалуйста, саплементируйте, принимайте витамины. Они помогут. Проконсультируйтесь, сдайте анализы, проконсультируйтесь. Этот период очень хорош для того, чтобы показать вам, каких витаминов или чего вам не хватает в этот момент. И вам подскажет ваш врач, эндокринолог или диетолог, не важно. Проконсультируйтесь. Сами, конечно, не идите, не лопайте, потому что, может быть, у вас это в обыске, а вы это будете лопать. Но чего точно вам не хватает и, в принципе, не хватает всем, это витамина D. Сколько процентов. Смело витамин D вместе с кальцием принимайте в первый, во второй или в третий прием пищи. А вечером в этот период смело ставьте себе лучше именно уколом в ягодицу. Кстати, попа будет расти. Витамины группы B вообще, в принципе. И обратите внимание на молочные продукты, только ни в коем случае не на обезжиренные. Средней, низкой жирности, но не обезжиренные. И почему мы так заостряем внимание на жирах? Девчонки, наверное, не дадут соврать. Это тот период, когда у вас сухость кожи, проявляются вот все эти, могут высыпать прыщи. Опять-таки, не обязательно, но это может происходить. Не нужно искать какую-то причину. Причина в гормонах. И поэтому правильным питанием, тренингом банан, шоколад и секс – это три вещи, которые вырабатывают серотонин. Банан только после тренировки, девчонки. Шоколад в ограниченном количестве. И только темный, черный. Когда мы говорим о шоколаде, извини, мы говорим о шоколаде, а не молочном говне. Извините, пожалуйста. Мы эту тему детально разобрали в первом ролике. В первом ролике. Он сладкий голос. Да, мы его разобрали. Шоколада минут 15. Не оскорбляйте молочное ге, называя его шоколадом, пожалуйста. Еще одна очень важная вещь, сейчас вам скажу. Не забывайте, пожалуйста. Я знаю, что у всех практически женщин, ну у небольшой кучки есть, нас такие есть. Кучки. Такая кучка небольшая. Кто ест достаточное количество белка, пожалуйста, обращайте внимание. Вот Егор сказал одну очень важную вещь. Заводите дневник. Будет ли он у вас онлайн? Или вы будете его писать от руки? Это абсолютно не важно. Но вы должны записывать, чтобы вы наглядно видели и научились видеть и на глаз взвешивать, можно сказать, сколько нужно кушать. Потому что все женщины недоедают белок. Это очень-очень важно. И переедают жиры. И переедают жиры. Вот я работал, отвлекемся немножко от темы, просто чтобы было интересно, одно время, в женском коллективе. Работал в дирекции по качеству. И кругом были одни женщины. Такие, которые не всегда умещались на двух стульях даже. Они не ходили на обед. Они пытались следить за диетой, как они думали, что они не переедают. И всегда они мне задавали вопрос. Я уже на тот момент тренировался. Почему мы толстеем? Мы же вот не кушаем, мы не ходим на обед. Но эти женщины никогда не переставали пить чай. Вот как пришли на работу, они начинали пить чай. Печеньки, конфетки, шоколадки, всякая другая дрянь. Яблоки там тоже всегда присутствуют. И вы понимаете, да, что мы на самом деле неадекватно себя оцениваем. Любой человек. И поэтому дневник это покажет вам. Попробуйте просто для интереса записать вот одну неделю, что и когда вы едите. Вы просто будете шокированы правдой тех предположений, которые вы строите. На самом деле дневник ведут абсолютно все, кто стремится к серьезным каким-то достижениям на сцене соревновательным. Если не ведут дневник сами спортсмены, за них это делают их тренера. Но это очень-очень важный момент. И самое главное, он научит вас правильно идти по этому трудному пути. Потому что вот, насколько я знаю, Алла всегда считает. Для меня это сложно, и мои ученики, и я не считаем. Ты считаешь калории? В двух дневниках я считаю. Обалдеть. Я не считаю калории. Ты не доверяешь себе своего звонка? Нет, я не считаю калории, но я занимаюсь этим очень давно. И я, наверное, считаю лет 10 точно. А почему в двух? Потому что разные немножко. Все дневники разные. У меня два онлайн дневника. А, ты по разным программам. Да, разные программы. Разницы нет. Просто иногда в одном дневнике... Немножко поясню. Для интересов нет. Алла и Егор выставляли недавно, по-моему, это был прямой эфир или ролик, где они говорили. Он есть, да? Он есть на ютубе. Пожалуйста, пойдите, посмотрите. Это очень-очень важно. Как считать калории называется. Да, как считать калории. Всех своих клиентов. Вы понимаете, проблема вот в чем состоит. Что 75, даже, наверное, 80% моих клиентов, они приходят и говорят, почему, почему, вот как Егор говорит, я не худею, я очень мало ем. Она абсолютно права. Каждая из этих девочек, которая приходит на право, она ест мало. Мало по количеству. Но переедая в 3-5 раз количество калорий, количество жиров, количество углеводов. И, как правило, это не просто углеводов от сахара. Да, да. И понимаете, я не считаю калораж, но когда вы следите за макрос, что так называемые, то есть гелки, жиры, углеводы, то калораж у вас не может быть огромным. Расшифруй людям, потому что большинство все равно путается в этом. Ты не считаешь калории, сколько ты съела всего, но ты считаешь процентовку, сколько ты съела гелков, жиров. Нет, не процентовку. А что? Я считаю по граммам. Ну, я считаю по граммам, да, например, в мои обычные будни, скажем так. По граммам каждый из нутриентов, ты считаешь? Каждый из этих нутриентов плюс сахар. Но это, в принципе, и получается процентовка. Правильно, поэтому, да, получается процентовка. Калории из этого получить очень легко. Умножить жиры на 9, углеводы и белки на 4. Вы получите свой калорий. Если вы придерживаетесь определенных макрос, то есть белков, жиров, углеводов в день, то калораж у вас будет тот, какой вам нужен. И этот вариант проще и легче, чем считать каждую калорию. Намного проще. Поэтому вы просто должны для себя, ну, я не знаю, вы можете, потому что миллион доступных сейчас статей в интернете, либо вы можете обратиться к нам, либо к другим тренерам, либо к диетологам. Они посчитают вам, если вы находите это сложным. И я, да, я соглашусь, что, может быть, если вы только вступили на путь оздоровления, здорового образа жизни и правильного питания, это может быть сложно. Но это возможно, и доступна куча информации. Пожалуйста, не стесняйтесь. Я не перестаю повторять миллион раз, каждый раз. Задавайте вопросы. Если он у вас есть, он не испарится, он будет там сидеть. И вы задавайте, пожалуйста, вопросы. Нет, это нормально. У здравомыслящих, адекватных людей всегда есть вопросы. Поэтому их нужно озвучивать. Ну ладно. Ну что, вернемся немножко к теме. К нашим барабанам. А мы уже тему эту закончили, завершили. Мы не закончили, мы немножко забыли про тренинг в этот период. Что хочется сказать про тренинг, что немножечко, как у вас уже падает уровень гормона, вашего эстрогена, тестостерона, точно так же нужно и адекватно снижать нагрузку. Но, тем не менее, она может оставаться достаточно серьезной. В этот период хорошо включить функциональные тренировки, хорошо включить плеометрические упражнения, хорошо, в общем, больше поработать со своим телом. Если вы работаете по периодизации, то, наверное, в этот тренинг можно поработать, например, на промежуточный, да, в волокнах? Нет, промежуточный лучше оставим на первую неделю. Это тренинг. Повторный, повторение. Ну, но повторный, да. Много повторный. Меньше силовой, больше много повторной. Накиснительный, или, как многие называют, медленный вычетный волокон, да. Но можно тренироваться и в силовом режиме. Обычно, когда мы тренируемся в силовом режиме, интенсивность падает. Самое главное, не поддерживать высокую интенсивность. Вы можете тренироваться так же с огромными весами. Но чем прекрасна силовая тренировка? Именно силовая, а не массонаборная на развитие силы. Тем, что вы отдыхаете между подходами достаточное количество. Сколько вам нужно, нужно 5 минут отдыхаете, 5 минут нужно 10, отдыхаете 10. Вот что значит интенсивность. Потому что можно поработать с одним и тем же весом, отдыхая, к примеру, минуту-полторы, а можно отдыхая 5 минут. Это большая разница. Замечательное время, именно вот в этот период, вторая и третья недели, замечательные периоды для растяжки, для йоги. Она всегда важна. Да, но вы именно вот в этот вот момент, прям вот обратите внимание. Это именно потому, что у вас гормоны меняются, они уже не сбалансированы настолько. Поэтому вам нужно отдать как можно больше любви своему телу. Ну и это, кстати, логично в тренировке ложиться. Потому что чем у тебя сильнее, чем интенсивнее тренировки, тем больше тебе потом нужно уделить внимание на то, чтобы эту мышцу растянуть, чтобы она не осталась сжатая после серьезной силовой работы. Поэтому она на самом деле все идет очень гармонично, очень циклично. Ну что, друзья, будем прощаться, закончим с третьей фазой и увидимся уже втроем в следующей четвертой фазе. Всем пока! Всем счастливо! Счастливо! Оператор! Спасибо! Спасибо! Спасибо!